Геннадий Юхтин родился в семье молодых коммунистов, которые дали детям имена, характерные для первых послереволюционных десятилетий. Идея гений. В 10 лет мальчик осиротел. Мать погибла на фронте, а отец, умер от ран. Юхтин попал в специальный детский дом для детей погибших офицеров армии и флота. Детский дом был основан в 1944 году на базе военного госпиталя, располагавшегося в усадьбе. Спасская, на высоком берегу Москва реки, от усадьбы в сторону реки вела когда-то лестница с балясинами голубоватого цвета, которую дети называли «голубая лестница». Мальчик часто убегал из детдомов, поскольку не всегда были нормальные условия. В дальнейшем оказался в Поволжье, где воспитательница, бывшая актриса, приобщила своих воспитанников к художественной самодеятельности. Тогда Юхтин всерьез увлекся театральным искусством, хотя после школы и собирался поступать в военное училище. Юхтин с первого раза поступил в ОВГ и К. Его педагогами были Ольга Пыжова и Борис Бибиков. Вместе с Юхтином на одном курсе учились Руфина Нефонтова, Изольда Извицкая, Татьяна Конюхова, Надежда Румянцева, Майя Булгакова, Маргарита Креницына. В 1955 году молодой Юхтин появился на экране в «Деле Румянцева» в роли бывшего детдомовца, шофера Евдокимова, взявшего на воспитание мальчишку. После съемок в карстинах «Чужая родня» и «Весна на Заречной улице» его приняли в Государственный театр киноактера. Продолжение следует...